Приветствую вас, Алифтина. Давайте мы с вами, наверное, разберем ваш вопрос, да, для начала, который вы выдаёте. Значит так, вы пишите. Действительно ли без шансов это произошло бы с любой молодой мужчиной или в такой ситуации возможно устоять? Я не очень понял с этого вопроса, если честно, потому что про какого любого молодого мужчину вы говорите, вот. Если вы про то, что ваш мужчина вам казался ребёнком и он выбрал по итогу женщину старше себя, с которой он, собственно, и может быть ребёнком, да, вот, то если вы в этом контексте и про этих молодых мужчин, то да, это могло быть, могло произойти с любым молодым мужчиной, при условии, что его девочка, ну, вот как-то не в полной мере даёт ему вот это вот чувство рамок, чувство ограничений, чувство такого подчинения, к которому стремятся такие молодые люди. Но дело здесь на самом, дело здесь не в возрасте. То есть не всегда дело здесь в возрасте. На данном этапе просто возраст играл свою роль, но возраст здесь особой роли не играет. Вот. Можно ли было устоять? Не очень понял, о чём здесь речь, если вы про то, что мог ли молодой человек ваш, допустим, не вступать в отношения с этой женщиной, а работать над отношениями с вами вместе? Ну, да, мог, но для этого нужно определённое упорство, и мотивация, а у него этого не было, что, на мой взгляд, говорит о том, что его любовь, она незрелая по большому счёту. Но и ваше чувство к нему в силу того, что вы пытаетесь его оправдать, в силу того, что вы о нём думаете и так далее, и ваше чувство, оно тоже в некоторой степени незрелое, потому что, будь оно зрелым, вы бы, ну, конечно, у вас грусть, безусловно, была бы, но вы бы отпустили бы молодого человека, поняв, что, ну, если он уходит туда, значит, ему лучше, он счастливее, да? Вот. А вместо этого вы говорите, что у вас шок, земля уходит из-под ног, отрицание, то есть, очевидно, что с молодым человеком вы достаточно были тесно связаны, да? То есть, у вас такое произошло в некоторой степени слияние, и поскольку это произошло, это слияние произошло с тем, кто и для вас был ребёнком, то я сильно сомневаюсь, что у вас, ваше чувство, оно зрелое. То есть, что такое зрелое чувство? Зрелое чувство – это чувство, направленное на, ну, на партнёра, на мужчину. Вот. Поэтому, тут вот, я бы, ну, я бы здесь, я бы здесь сделал бы такую, знаете, оговорочку, я бы здесь сделал оговорочку в этом смысле. Вот. То, как вы описываете историю, что вот вы встречались, вот у него начальница, они с начальницей общались, потом на планшете увидели от неё смс-ку, переписку не открыли, вот эта вся ситуация. Ну, здесь, опять же, понимаете, это уже следствие, да, это не причина. Факт в том, что вы не соответствовали своему мужчине. То есть, если, допустим, мужчина хотел быть ребёнком, да, мужчина такой, он больше ведомый, а не ведущий, то вы, не давая ему быть ведомым, ну, наверное, его только лишь отталкивали от себя. Вот. Это первое, это первое. Второе, то, что вы, там, проверяли, то, что вы пытаетесь доказать, что это вот, ты изменил и так далее, ну, это, на мой взгляд, какая-то ваша личная история, личная история про то, что вас задевает, то, что он, там, обвиняет вас, да, в том, что вы, там, ушли и прочее, но какая, по большому счёту, разница, да, какая, по большому счёту, разница, кто от кого ушёл. Вот. Вы говорите про свои, про слёзы, слёзы, когда вот уже он сказал, что, ну, что он уходит, что он с вами расстаётся, не может с вами быть, и вы жили под одной крышей, потому что у вас не было возможности найти жильё. Вы говорите, что его раздражали ваши слёзы, а как должно было быть Алексей? Как должно было быть, почему вы считаете, потому что его не должны были раздражать ваши слёзы, ваши слёзы, при условии, что он, в общем, откровенно это сказал, ну, в том смысле, что он мог бы не говорить про измену, да, вам, а он это сказал, то есть он, ну, поставил вас в известность об этом, ну, вот. Можно назвать мужчину малобычным, просто это было бы слишком, да, мужчина переложил на вас ответственность, да, это да, то есть он в некоторой степени стыдится своих действий, своих поступков, но я бы сказал, что он стыдится не только своих действий, и сколько, сколько своего желания быть человеком, который, вот, даёт ему что-то, что-то другое, то есть он боится, он стыдится своих потребностей, скорее, и отсырится этой историей, то есть не принятия себя до конца, он до конца не принимает, вот, ну, как вот, любой человек, совершающий подлость, да, как сказал мой коллега, вот, Николай, любой условный подлец, он действует именно подло, потому что не принимает себя, он не принимает своих желаний, и они прорываются спонтально в самый такой вот момент, ну, критический. К сожалению, от этого нельзя быть страхованы, но вы, у вас были звоночки, вы сами говорите, что мужчина иногда, для вас тоже был ребенком, вот, и это и были звоночки, да, это были звоночки, потому что ребенка, если мужчина, ну, у ребенка есть соответствующие атрибуты, такие как, например, капризы, такие как, например, импульсивность, вот, ну, и, может быть, что-то ещё, что-то ещё, вот. Мне кажется, что, вот, взаимный переброс ответственности, он состояв, вот, и с вашей, и с его стороны. Он на вас ответственный за распад отношений, а вы на него ответственны за свои слезы, вот, что не должны были его слезы раздравить. На что бы я здесь обратил ваше внимание, да? Ну, во-первых, на ваше число. Я не думаю, что вы будете спорить с тем, что ваш текст, он про вас, а не про себя. И что проблема, она у вас, а не у молодого человека, который ушёл и вас потерял. Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что есть ощущение потери. Вывод, дальше говорить, шок, отрицание, попытка всё вернуть, да? То есть это вот ощущение потери. И тревожность заключается в том, в ситуации, что чувство потери, оно у вас достаточно сильное. Важно понять, с чего именно вы потерялись, и учиться по-другому это реализовывать. Важно прожить те моменты, если вы приняли на свой счёт его поступки, его поведение. И вот ваша ревность, преследование, именно преследование молодого человека под конец, свидетельствует о ряде ваших личностных проблем. Ну, в купе с незрелым чувством, о котором я говорю. Олег Тим. И, возможно, это не очень приятно вам будет слышать, но лучше, если вы хоть будете знать, как обстоят дела. Потому что в следующих отношениях вы можете совершить ту же ошибку, примерно. Вот. Необходимо в первую очередь отдавать себе ответ, какая я женщина и какой со мной мужчина. Да? Вот. И, как бы, чтобы это было сопровождение, чтобы было соответствие. Да? Если этого соответствия нет, а у вас его не было, то отношения ничего не слонятся, потому что человек будет чувствоваться неудовлетворённым. Неудовлетворённость – это базовая история, то есть она будет в любом случае, а вот то, как человек с ней живёт, это зависит исключительно от индивидуальных различий. От характера, от воспитания, от многих других факторов. Вот. И кто-то мог бы просто, например, закрыться от вас и, ну, не там, допустим, не изменять ничего, да? Ну, вот, просто закрыться, охладить там и прочее. Вот. Дальше. Дальше. А вы, значит, так, не могу понять, как люди, которые недавно были со мной близкими, могут вмиг стать чужими? Легко, легко, это значит, что они никогда близкими людьми не были. А вы также пишите, зачем он той женщине, а почему вас это волнует? Да? Ну, вот. То есть сейчас я предлагаю вам проследить за вашими чувствами, какие они у вас. С чего вы хотите? Вот вы говорите, что просили молодого человека всё вернуть. Зачем? Есть ощущение, что вот вы хотите вернуть именно что-то привычное, что-то такое защищённое. То есть, вот, как вы говорите, почву под ногами. Осталось только выяснить, как вышло, что почва под ногами – это молодой человек и отношения с ним. А не вы сами, не ваши ценности, не ваши цели и ваши ориентиры. Вот. Это ключевой вопрос, который нужно разобрать. Ну, естественно, сначала оказав вам помощь по снижению уровня эмоционального напряжения, которое у вас сейчас есть. Вот. А, значит. Такой, примерно, ответ я могу вам дать, да? Ещё я бы сказал, что вы не полагаете на себя, на свои чувства. То есть, уже когда вы почувствовали, что что-то не так, да, вы, по сути, что сделали? Вы, по сути, вступили в борьбу. То есть, вы увидели, что та женщина приглашает его на кофе, и вы предложили выпить кофе с вами. Осталось, чтобы спокойно дождаться мужчины, когда придёт и, собственно, спросить, а всё ли его в отношениях устраивает. Это была бы, ну, более такая, грамотная позиция. А вы, по сути, здесь заявили о себе. То есть, вы тянете одеяло на себя. Вот. Тем самым, отталкивая мужчину, но дело здесь не в том, что вы отталкиваете кого-то, а в том, скорее, скорее, в том, что мотивирует вас тянуть одеяло на себя. Ведь ничего плохого в том, что вы это делаете, нет. Но это есть. Это факт. И у этого есть основания. И вот вопрос в том, отдаёте ли вы себе отчёт в этих основаниях. Понимаете ли вы их, чувствуете ли вы их, позволяете ли вы им находиться у вас в сознании. Потому что, когда всё выглядит так, что какие-то свои потребности вы вытеснили, заместили их отношениями и всё. Вот. Ну и, что касается близких людей. Да? Что касается близких людей. Последнее, что я хочу сказать. Близкий человек – это тот, кто соответствует партнёру. То есть, если, вот, допустим, ваш мужчина – ребёнок, да? Ну, ведёт себя как ребёнок. То он является, соответственно, женщиной матери. Женщина – мать, она и будет для него близким человеком. В сугубо субъективном смысле этого слова. Если мужчина властный, такой, авторитарный, то близким для него будет женщина, ну, такая, ведомая, да? Если мужчина выступает за партнёрское отношение, то близким человеком будет для него та женщина, которая разделит с ним его партнёрское отношение. Ну, то есть, его представление о партнёрстве. И так далее. И так далее. И близость, точнее, не близость, а, я вот скажу не очень красивое слово, близкость человека, да? Близкость. Она выстраивается из таких вот пазлов, да? Личностное соответствие, человеческое соответствие, сексуальное соответствие, социально-индивидное соответствие, характерологическое соответствие, да? Вот. Соответствие взрослой составляющей личности, соответствие детской составляющей личности, соответствие родительской составляющей личности. И вот чем больше таких соответствий, тем более близким человеком, как бы, чем более как близкого человека воспринимает партнер своего, ну, спутника, да, своего спутника жизни. Поэтому время, которое вы провели вместе, даже совместный опыт, который вы приобрели, не гарантирует того, что вы были для мужчины близкими. И я скажу вам честно, что ваше восприятие молодого человека как близкого очень похоже на зависимость от него, на любовную зависимость от него, судя по тому, что вы его описываете. Это, конечно, не патологическая любовная зависимость, не клиническая ситуация, что все хорошо, но это и не совсем реакция лично смотрелого человека. И судя по тому, что вы пишете про интернатуру, я так не помню, по-моему точно, но интернатура вроде заканчивается 27, значит вам примерно 25-26. Ну, для женщины, то есть для мужчины 25 быть незрелым, к сожалению, но это чаще норма, чаще норма, чем не норма, вот. А для женщины в 25 лет, в принципе, уже быть зрелой личностно уже вполне возможно. Так что, то, что вы незрелый, опять же, что такое незрелый, да? Это не инфантильность, как вы можете подумать, незрелость, это именно не контакт, то есть отсутствие контакта с тем, что я хочу. Отсутствие осознания того, что я хочу, понимания того, что я хочу. Причем понимание не в смысле, не в смысле рационализирования этого, а понимание в смысле, в смысле продвижения своих желаний в реальный мир. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.